Экскурсия с личным гидом. Да. Сейчас будем хавать греческую еду. Попробуй, выпей. Козленочком не станешь, может быть. Короче, мы идем в Крепость Фортица. И мы потеряли Серегу. Боже, какие дебилы, наверное, вышел и купаться. Больше мы, конечно, так делать не будем. Греция, Крит, день-два. Сейчас мы едем, собираемся поехать в какой-то город. Не помню, как он называется. Ксюха все расскажет. Наш экскурсовод-гид Ксения. Как называется город? Ретимно. Едем туда. Здесь мы увидели черепах. Их столько много, они такие жирные, большие. Нашла, что фоткаешь. Что ты фоткаешь? Я снимаю. Мы приехали, куда? Ретимно. 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 Сейчас у нас будет экскурсия с личным гидом. Вот он, личный гид. На YouTube можно. Да-да. Надеюсь, всем все понравится. Вообще, вот сейчас здесь, на Крите, ландшафт такой очень каменистый. Каменистая местность. Вот впереди у нас крепость венецианская. Это крепость-порт. Она была построена... Ну, сейчас их называют итальянцы. Тогда это были венецианцы. Они сюда, как завоеватели, пришли. И весь этот город построен именно ими. То есть, их конструкция 17 век, по-моему. 16-17 век. Они здесь находились, по-моему, два века. Или два-три века. Вот так вот. После них сменили турки. Турки завоевали. И, получается, вот этот форт защищал город. Ну, типа, тут очень много пиратов на Крите было. До сих пор тоже иногда приплывают. Ну, такие там пираты, конечно, сейчас. А раньше прям суровые были. И вот они постоянно грабили город. Потому что город был богат и все дела. А сейчас в округе здесь самые лучшие университеты, чуть ли не Греции. Ну, после Афин. В Афинах там, естественно, там государственный университет. Остальные именно вот в Рейтемна. Средиземноморский город Рейтемна на Крите считается не только самым обаятельным на острове, но и одним из самых красивых городов в Греции. Здесь постоянно проживает около 33 тысяч жителей. Но в сезон сюда приезжают толпы туристов со всего мира. И мы, конечно, тоже не стали исключением. Мы пришли к какой-то церкви. Да. Это реставрированная уже. Ты счастлива? Конечно. Это моя новая страна. Это Греция. Мы на Крите. Какой по-гречески привет? Ясас. Ясас? Ясас. Ясас. Сейчас мы зашли в греческую православную церковь. И я хочу рассказать вам немного про отличия греческой православной церкви от русской. Во-первых она имеет государственный статус, а все священники по сути являются государственными служащими. Прихожанам в православных храмах Эллады можно сидеть. Женщинам можно посещать богослужения без платка на голове и в брюках или джинсах, а мужчинам – в шортах. Сами литургии гораздо короче, чем в русской церкви. В целом же, в отношении различных ограничений и требований к прихожанам, греческая церковь гораздо более демократична и ближе к народу. В греческих храмах не продают свечей, они свободно лежат. Вы можете их брать бесплатно, опуская в стоящий рядом ящик какую-либо сумму для пожертвований. А мы идем дальше. Такие маленькие миленькие кафешечки, все кушают, размерены прям в жизни. Все едят в тавернах, и там сезонная еда, потому что там дешево и сердит, и вкусно. Короче, мы тоже идем в одну из таверен. Вот здесь очень много народу, а здесь немного народу. А вот сюда сядет? Ну, не знаю, или где он хочет. Сядем сюда. Сейчас будем хавать греческую еду. У-у-у! Я говорю? Я это и хотел. Кайф! Классно? Мне кажется, наверное, должно быть вкусно. А у меня креветочки. Надеюсь, что будет вкусно. Всем приятного аппетита! Короче, мы поели очень вкусных, но очень острых креветок, осьминогов и еще ягненка, ламп. Красивое дерево. Дальше наша экскурсия продолжается. Прогуливаясь по Ретимно, обязательно стоит посетить набережную. Здесь туристы найдут множество сувенирных лавочек и кафе, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Украшением порта является венецианский маяк, возведенный на каменном выступе. Вообще, Ретимно – это город с богатой историей, память о которой сохранилась в любом старой части. Лабиринты мощенных улиц, каменные дома, чьи стены увиты винограда – по всем этом чувствуется влияние разных культур – венецианской и турецкой. Именно здесь сосредоточено большинство архитектурных памятников. Так что неудивительно, что старый город называют музеем под открытым небом. Вот это и есть фонтан Римонди, Римонди. Видишь, что это старое, но не по-другому веку, когда было солнце, вообще не есть подъезд. А это и есть церковь, типа источник. Попробуй, выпей. Козленочком не станешь, может быть. Следующий. Вкусное? Угу. Хорошо. А я из другого, вы с собой, а я из дед. Да, я из другого. Короче, как с канализацией. Да ладно, теперь мы идем к венецианской лоджии. А вот она, венецианская лоджия, состоящая из 12 сиарок, по 3 с каждой стороны. Сейчас это музей. Это музей, куда можно зайти. Одно из молодых изображений зерк. Сейчас мы просто любуемся морскими пейзажами и думаем спуститься поближе к моречку. Ну а я уже пошла. А вот здесь не охотник классный. Куда заперся. Красавчик. Все, на моречке пофоткались. Теперь идем на крепость. Идут туристы. Один, второй. Такой мне нравится. Какой такой? Разваливаем? Ну вот что-то такое стоит. Мне тоже. Мы пришли к крепости Фортеция. Это самое узнаваемое и наиболее грандиозное строение из всех, что есть на острове Крит. Она была построена в конце 16 века и долгое время служила для защиты города от пиратов. А в ее строительстве принимало участие более 100 тысяч человек. Короче, мы бродим по развалинам крепости Фортеция. И мы потеряли Серегу. Надеюсь очень, что мы его найдем. Сейчас будем ходить и искать. Ура! Мы нашли Серегу! Только он спрятался опять за камнями. Но самое главное, мы его нашли! Вы только посмотрите, какая здесь красота! Какой шикарный открывается вид! В эти просторы невозможно не влюбиться! Ой, какие-то люди с барабанами там ходят. Непонятно. По крепости мы полазили. Всем все понравилось. Баяны. Ой, баяны, барабаны увидели. Аккордеон тоже. А теперь идем купаться. Просто ка-е-фу-реч-ко. Короче, мы накупались. Нахватались за нос. Теперь болит нога. Дуракам закон не писан. Мы купались вот здесь, в таких волнах. Ну как вот, боже! Такими дебилами надо вышли, чтобы купаться. Больше мы, конечно, так делать не будем. Но на сегодня хватит. Все, мы идем на вокзал и едем назад. На этом влог из Рей Тимно подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!